Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games, с вами я, Скиф, это Moonlighter, это второе видео, в общем-то, по игре, и если вам нравится данная игра, не забудьте поставить лайк, посмотрим, будут ли у нас еще видео, ну а пока что, я уже успел немножечко поторговать, и мне абсолютно не нравится мое оружие, я пытаюсь насобрать, как бы, материалов на то, чтобы заменить это оружие, потому что данное оружие просто, жесть, какое неудобно. Там есть двуручки, там есть разные другие виды оружия, лук бы я хотел у себя увидеть, но для этого приходится, как бы, лазить в данж, и пытаться что-то как-то нафармить, потому что хочется как-то другим каким-то оружием все-таки пользоваться, нежели этим дерьмом. Так, с этого мы забираем все, у них еще есть вот такие вот проклятия, предмет нужно размещать в верхней или нижней части сумки, давай в нижнюю, то есть и это, да, в верхней или в нижней, давай пока сюда закинем, это вроде, а нет, жди, вот это мне, кстати, нужно. Это там для... Так, подожди, все нормально. Интерфейс, конечно, не самый удобный, безусловно, но что поделать. Имеем то, что имеем. О, кстати, подхил. Это круто сразу найти, потому что мне-то это явно пригодится. Пошел ты в жопу. Да! Ва-а-а! Жесть! Видели, что он творит? Просто говнарь. Хилица. Причем начал-то я нормально мансить, но этот ножичек перочинный, это просто что-то с чем-то. Невозможно, по-моему, им драться, мега неудобно. Ну и давайте окружение рушить в нем бывают какие-нибудь ништяки полезные. Бывают и не бывают, конечно. Так, ушли. Надо почаще мансить не забывать. Когда на то есть повод. Ауч! Скотина. Подбрила меня слегонца. Ну, эти особые опасности-то говрики не представляют. Достаточно просто их убивать. Так, подожди, это переход дальше, да? Нам пока дальше не надо. Нам, наверное, надо здесь еще пробежать. И что-нибудь интересного поискать. Потому что нам нужны ресурсы. Это основное, зачем мы все приволоклись. Пока что сильно ценного мы тут ничего не нашли. Так, жди, вот эти камушки что-то типа сотки стоят. А вот это явно меньше. Верхняя часть, вот эта вот полоска, которую мы заполняем, да, инвентаря, она у нас в любом случае остается, даже если мы умрем, и это хорошо. Что, умереть-то я тут запросто могу. Особенно с этим перочинным ножиком. Поэтому надо быть чертовски аккуратным. Ну, такую дичь мы легко разносим. Плюс нам ресурсы нужны именно для создания оружия. Как я уже говорил, там нужны слитки. Я не помню конкретно, что там на броню надо. На лук. Короче, собирать все. И это будет хороший план. Это будет реально хороший план. Так, ну и рушить всякое. В надежде найти какой-нибудь подхильчик. Тоже будет неплохой, наверное, идеей. А, ненавижу тебя, Слизень. Такс, ну иди сюда. Что ты мне сможешь сделать? Да твою мать! Ты серьезно? Ну, он не убивает. Он просто мне жизнь портит. Все мои юные годы. Так, тут что-нибудь нового интересного мы можем узнать. Они как мотыльки. Серьезно. Слетаются как мотыльки на огонь. Эти искатели приключений. Сколько их привлечено подземельями. Сколько их обожглось в том огне. Вам повезет, если вы потеряете подземелье сознания от истощения или боли. Оно вас просто выплюнет. Рано или поздно. Процесс этот не изучен. Никто не знает точно, что тогда происходит. Но в итоге путешественник приходит в себя за пределами подземелья. Рядом остаются лишь следы Слизи. А у него, в общем, все травмы, которые он получил внутри. Да, кое-кто навсегда покинул подземелье, но многие держатся до конца. Многим нравится преодолевать трудности. Многие надеются однажды сорвать куш. И все же эти подземелья куда сложнее, чем кажутся. Спасибо. Что рассказал нам. Из столь очевидной вещи. Ладно, наверное, валим. Что-то на первом этаже нифига интересного. Пойдем сходу на второй этаж. Я, наверное, не вижу смысла тут особо бродить. До босса дойти в идеале, да? Посмотреть хотя бы. Плюнуть в его лицо просто. В боссовское это. Но это в идеале. Так, второй этаж. Второй этаж подземелье. Ох, надо быть аккуратным. Блин, он контактным уроном не бахнул пару раз. Да блин! Вот как с этим бороться? Сложно. Твою мать. Очень неприятно и сложно. Ну вот опять. Сейчас бы подхильчик небольшой. Иначе я склеюсь. Ммм, зато я материал. Так. При возвращении в город уничтожает один предмет, находящийся в указанном направлении. То есть нам эту штуку надо конкретно так расположить, чтобы она нам ничего не уничтожила. Хорошо. Ты у нас что? Заблокирован эффект проклятия одного соседнего предмета. Ммм, мы можем проклятие уничтожать, да? А это мило. Вот это, кстати, вообще ненужная фигня. Ни черта она не стоит. Не знаю, тачильный камень я бы тоже нафиг, наверное, сбагрил. Там копейки. Стоимость. Ну и вот, интерфейс, конечно, консольный до ужаса. Очень непривычно. Так, теперь главное не сдохнуть. На всякий случай. Так, ты что? Стеклянные линзы мы за 20-шку продали и продешевили, по всей видимости. А это тоже продешевили. Неприятно. Ну, я бы пока... Так, а жди, а ты? За сотку это нормальный, как бы, показатель стоимости, по идее. Давай мы тебя сюда уберем. Такс. И вот это, если я вдруг нечаянно сдохну, то, как бы, все ценное здесь, а тут всякая, в общем-то, ерунда. Это не страшно потерять, если даже умру. Что будем топить до Талова, наверное. Походу, топить-то недолго осталось. Да. Очень недолго топить осталось. Ну, ладно, ладно. Может, мы сможем что-то сделать в городе. Оружие мега неудобное, как я уже сказал. Собственно, что касается оружия, мне пока что не хватает... А, жди. Мне все хватает. Я могу большой меч сделать. Это уже апгрейды пошли. Блин, немножечко неудобный интерфейс. Так, подожди, а это я могу? Копье могу? Я все могу? Я могу странно лук сколотить? Ха-а-а. Слушай, а может, лук сразу сделать? Хотя, мне кажется, двуручный меч мне подойдет. Так, подожди, у меня осколки там есть? Нет? Ну, если что, еще одну ходку, конечно, придется совершить, прежде чем это все приобрести. Так, подожди, а стоять. Что тут есть? Так, лоза, прочее дерьмо не надо. Так, так, так. А, жди, ты уже все показываешь, что у меня есть в инвентаре. И не все у меня есть из этого. То есть, да, так это работает. Ну, погнали. То есть, я в люб... Так, давай, господи, выйди ты, бесишь. Слегка. То есть, в любом случае, что-то я могу сделать. В любом случае, что-то я могу. Вот меч, к сожалению, не могу. Но зато я могу копье сделать. Может, копье действительно будет хорошим решением, как вы думаете. Либо лук. Ну, мне в мели, как бы, очень плохо живется. Я бы хотел вот это сделать. Создать предмет. Да. И потом я его могу загрейдить. Но для этого мне еще надо какой-то ресурс, которого у меня нет. Ну, здесь я лук смогу сделать, ну, несколько позже. Хорошо. Может, какую-то броню сможем сделать. Было бы очень кстати. Так, щит-мечит меня вообще не впечатлило. Ну, нам вот эти осколки нужны, смотрите, да? Чтобы хоть какую-то броню сделать. Так, парень, подожди. Тренировочное копье. А, характеристики копья можно как-то узнать, не? Давай мы вот это дело заменим. Что-то у меня сила, по-моему, как показывалось, так и показывается 25. Ну, допустим, ладно. Хм, копье можно зарядить еще. Вот уже как-то что-то, да? Если что, бить. Ладно, попробуем с копьем повоевать сейчас. Ночь поспим и пойдем торговать. Я пока ничем не буду, нам ресурсы нужны. Просто отдохнем. Что ж, мы опять в данжике. Но в этот раз я с копьем. Посмотрим, насколько это сильно мне вообще поможет. Поможет ли. О, смотри, у него рейнджа неплохая в целом. Жесть. Слушай, это большая разница. Это колоссальная разница. Рейндж вообще решает. Просто, мать вы, решает. Это пока забираем. Вон у нас обломки меча подъехали, столь необходимые. Отхилка сходу. Ну, первый этаж, что он просто проходится. Так, гаденыша. Не тут-то было. Просто не тут-то было. Да, смотри-ка, у него какой радиус просто атаки шикарный. О, мой гадабл. Копийцо, копийцо. Так, подожди, а вы... А, не с проклятим, зараза. То есть оно может только в левой или в правой части. Это вверху-внизу может, да? Так, металус рану, кстати. Давай, выкинем. Осколочки мы тогда забираем. Так, древний горшок. Сюдымс. Ты тоже, Сюдымс. Так, тряпки не особо надо. Вот это ни черта, насколько я помню, не стоит. Сюда. А вот линзы что-то худо-бедно стоят. Поэтому сюда. А, нет, можно даже вот так. Блин, ну вот это не стакнешь проблема, да? Ладно, если что, потом, может быть, удастся очистить. То есть тут еще такая мини-игра, короче. Распакуйся, раскидай это все, блин, по своим местам. Насколько вот это мощная атака? О, да. Просто, мать его, колоссальная разница. Это надо чувствовать, поверьте. Просто, мать его, колоссальная разница. То ли это сраный перочинный ножик, то ли вот это вот оружие. Просто небо и земля. Ладно, погнали дальше. Тут на первом этаже особо сильно крутыми вещами не разживешься. Как правило, поэтому пойдем дальше. Кстати, я еще нужных осколков-то не насшибал. То есть осколки меча, это круто, но нам еще не только они нужны. Оу! Да. Ай-яй-яй! Тут надо быть максимально аккуратным. Черт, это мой фейл. Сейчас бы еще сдохнуть из-за него. Игра вообще не прощает. Просто не прощает ошибки. Но у меня ни брони, ничего еще нету. Как бы тоже проблема. Ёптвы. А это что еще за летучая? Я тебя понял. Так, я не хочу дохнуть от этого дерьма. Как с тобой бороться? То есть нам нужен подхил. Нам надо вот эту... Штуку как-то убить так, чтобы она меня не убила. Да иди ты в задницу! Жесть! А-а-а! Просто жесть! Так, жди. Я могу очистить карму, кстати, у вещей слегка. Только толку, если я у этой очищу. Например, никакого. Хотя... Хотя просто пока что сюда прокинем. Эти заразы не стакаются. Но ладно. Так, пошли хилиться. О, да. Надеюсь, ты бесконечно хилишь. Иначе у нас проблемы. Так, по-моему, он из... Как бы это... Сломался. Черт. Я тебя понял. Так, ну, если что-то, мне надо бежать отсюда, конечно. Я не хочу умирать. У меня суперценно, правда, ничего. По-прежнему нет того, чего мне надо. Так, под хильчик бы найти. Можно, не? По-моему, нет, да? Так, вот так я не достаю. А с этого бока... Нормально. С этого бока достаем. Так, вот это чистит по диагонали карму, я бы сказал. То есть, смотрите, какой тут принцип у этой темы. То есть, она заблокирована, эффект проклятия. Короче, эффект проклятия блокирует по диагонали. То есть, вот тут мы карму очистили. Это у нас... При возвращении в город уничтожит предмет по указанному направлению. Но мы можем просто вот сюда поместить, и оно ничего не уничтожит. Ветки нафиг не надо. Пока что, по крайней мере. Так, жди. Водная лампа не стакается. Стакается. Это неизвестная тема. То есть, пока оно в подземелье, оно будет неизвестным. Но, опять же, можно выяснить, что это. Использую я айтем, который позволит уничтожить вот этот эффект. Так, жди, я их теперь сложить не могу. Офигеть. Ну, или сложить. Так, я тут явно сдохну, поэтому просто валим. Ха-ха. Просто бежим. Это слишком сурово, чтобы быть правдой. Давай, торгаш. Ну, вот этих обломков у меня нет, к сожалению. Остальное-то все есть. Но мы можем упростить себе задачу прохождения и не сделать лук, потому что пока тоже не можем из-за отсутствия нужных ингредиентов. Добрался опять до второго уровня подземелья и не везет мне на нужные осколки, дабы нам какое-то оружие, значит, смастерить там или броньку, я не знаю. Посмотрим, короче. Чего-то удалось собрать. Но это чего-то. Опять такая комната, окей. В этот раз я чуть лучше готов. Но это чуть-чуть. По крайней мере, не столько дамага получил уже хорошо. Фу, смотрим, аж тут что-то хорошее. Зараза. Такс, 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 такс. Как нам сделать-то? Вот эту дичь я бы, наверное, всю утилизировал. Нам надо так, чтобы ты ничего нам не уничтожила, да? Эту можно только сюда. Эти уничтожат нам, получается, вот с этого края, если что, вдруг. Эту штуку тоже может что-нибудь да уничтожить. Но там у нас ничего не будет. Так, это тоже заберем. А, плохо. Походу, у нас нету того, чего бы хотелось. Так, блин, комната-то несложная, по идее. Врагов только много. Это, безусловно, минус для нас. И плюс у них есть контактный урон. И они прям-таки норовят в себя воткнуться, гады. У нас третья атака у копья, как вы заметили, она мощная. Усиленная. Так, вот так. Ау. Чёрт. Скорее всего, мы валим отсюда. Тупо валим. Да, гудбай. Гудбай. Манал-манал я. Не так-то всё это просто. Но четыре сундучка открыли. Непонятно, правда, к чему это нас приведёт. Сможем ли мы что-то построить? Ну, в смысле, построить. Сделать у кузнеца. Ну, грёбаные вот эти обломки нужны, которые мне тупо не падают. Кстати, я меч могу сделать. Я бы его сделал, да. Хотя бы посмотреть. Вот здесь у нас одной теперь вещи не хватает. Так, копьё сделали. Может, копьё загрейдим? Но пока, опять же, не хватает. Кучу-го. Эти обломочки мы пока не добыли. Но это рандом. Когда не додобудем, куда деваться. Так. Зелье из очарования на любой вкус. Давай мы построим древнюю шляпу. Капец. Древняя шляпа, ты меня подводишь. Давай мы поторгуем. Не то. Что мы продадим? Слиточки хорошо. По идее, спросом пользуются. Так, меч надо забрать. Меч это то, что мне нужно одеть. Вернее, даже я бы сказал. Вот это вот дичь. Алло. В смысле, я тебя не могу выкинуть. Лады. Не суть. Не суть. Давай вот эти вещи продадим. Они у нас тут по 110. Мы... Так, подожди. А 110 это еще хорошая цена? Нет, это шикардосная цена для них. Я бы, наверное, хотел... Типа 200 сделать. И посмотреть, что это нам принесет. Нет, вот эти штуки продать, чтобы они там не значили. А я их уже продавал, да? Тем более, за 200 продавал, это было норма. Давай 220. Попробуем такую, короче, торговлю устроить. Чешите сюда, парни. Халява, просто халява. Отличная халява. Покупай, налетай. Мне надо какую-то магическую шляпу построить. Очень надо. Может, там какие-то вещи, которые нам помогут выживать в этих подземельях? Потому что там реально сложно выжить. Так, вон бабуля что-то уже оприходовала. Бабуля знает толк в слитках. Давай, тащи сюда. Нормально, продаем. Сразу тысяча баблишка. Неплохо, неплохо. Но слишком цену сбивать на них тоже не стоит. Мы следующие слитки потратим уже в торговлю куда-нибудь. Ну, в торговлю, в производство. Бабулька еще захотела что-то, смотри, вернулась. Пенсию там поднакопила и как бы пришла. Такой молодец. Так, держим. У меня такое ощущение, что я где-то продешевил, короче. По-моему, можно больше. Вот бабка такая вообще, смотри-ка, меценат. Прямо втаривает. Втаривает, причем конкретно. Ну, давай, несим. Так, это ладно, продадим. Пока хватит. У нас 3000 есть. Так, на 360 торганули. Неплохо, неплохо. Так, давай подстроим. Так, мы паскидосу можем продавать. Надо еще, кстати, магазин грейдить. Но это ладно. Первонаперво тебя. А вон строитель идет. Отлично. Какая-то бородатая женщина. Странно она выглядит. Ну да ладно. Что мы еще можем? Леторгаш. Но 5500 пока не можем. Ладно. Пошли посмотрим, что там вообще как бы продается в этом магазине. Что за шляпа? Эрис. Она... О, клиент. Прошу прощения. Просто книга такая интересная. Хм. Да, я Эрис, мастер зелий и зачарований. Если понадобится зелий или зачарования, заходи в деревянную шляпу. Ну-ка, зелия. Хм. Так. Список зелий, смотри, у нее действительно обширные. Конские цены, все как надо. Мы можем вот это делать, а это стоит 118, да? Чпынь, зелия у нас. То есть вот для чего нам нужна слизька. Ну, давай, давай зелия сделаем. Но это, в принципе, неплохо. Вряд ли мы сильно больше что-то сможем тут себе сварганить. Ладно. И что у нас там по зачарованиям-то предлагаешь? Так. Ну-ка, давай-ка меч наш новый. А, типа дамаг возрастет. Тысячу стоит? С 25 до 32. А, у копья дамаг поменьше. А вот это уже интересно. О, да, смотри, какой меч. Фаталити. Ух ты, вот это крутая штука. Но с ней мы уже побегаем в следующий раз. На этом же пока что. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем все хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...